друзья всем привет у нас на календаре 28 мая между паксим журавлев продолжаем свою работу сделаем короткий анализ ситуации с точки зрения графиков настоящее время у нас российская валюта продолжает торговаться вот в таком узком коридоре то есть коридоры составляет ценовой нижняя граница 70 рублей 60 копеек верхняя граница максимальная за последнее время буквально пару дней это 71 рубль 39 там 40 копеек да вот условно говоря при этом я хотел бы обратить внимание что нефть у нас постепенно корректируется причем она у нас корректируется например если берем с 26 мая она у нас корректировалась на чуть чуть более восьми процентов то если мы посмотрим пару доллар рубль пару доллар рубль то коррекция у нас фактически она у нас составляет максимальное последнее время но около одного процента но давайте возьмем максимум это почти ну давайте около двух процентов то есть вы сами видим наглядно что коррекционное движение по нефти она идет более агрессивно соответственно вот эта корреляция по рублю она сейчас становится менее заметно что может нам некоторые скажем так выводы да вот помочь сформировать во первых начнем с того что все-таки рубль сейчас поддерживается не только нефтью а он еще поддерживается ожиданиями монетарной политики вот точнее не самой политики а действиями центрального банка в рамках вот своей монетарной политики речь идет о том что на ближайшем заседании банка россии вероятно всего будет достаточно такое агрессивное снижение ставки что на сегодняшний момент просто подстегивает спрос на уфз под действующие как так валютные постичнее под действующие доходности плюс ко всему еще у нас все-таки есть перспектива развития так называемой сделки репо там некоторые изменения мы об этом уже говорили еще раз повторюсь что уже действует сделка репо месячные в начале июня скорее всего может быть начале в конце мая будет сделка годовая репо то есть там размещение по сути речь идет об повышении ликвидности коммерческих банков россии ну вот для того чтобы те в свою очередь но вливали деньги в экономику да там кстати еще другая проблема у банков у них там идет разрыв между активами и пассивами то есть грубо говоря сейчас кредитная нагрузка на банке возрастает плюс риски неплатежей уже по действующим кредитам с одной стороны а с другой стороны с банков наоборот деньги собираются выводить и выводят их то есть у них получается вот эта пассивная база худеет и у них вот этот разрыв получается и вот это вот как раз разрыв и и беспокоит центральной банки и связи с этим они вливают деньги причем вливает вероятно всего путем включения печатного станка и на последнем совещании вот в пятницу по моему некоторые журналисты тоже акцентировали внимание на том что да типа деньги печататься не окажет ли это влияние на инфляцию в плане увеличения денежной массы она произнесла слова я и конечно не помню прям дословно как конкретно что она сказала но суть однозначно была в том что в действие центрального банка они под контролем и они как так мониторит денежную массу и соответственно в какой-то момент времени это денежная масса будет проще говоря убирать ее будут с рынка денег имеется ввиду естественно это все никоим образом никак не окажет на инфляцию наоборот центральный банк сейчас озадачен как бы это странно не казалось рисками низкой инфляции эту тему тоже мы много раз говорили казалось бы на первый взгляд почему низкая инфляция когда наоборот цены должны расти но проблема в том что инфляция не растет лишь по нескольким причинам первая причина это серьезное снижение потребительского спроса мы сейчас не говорим про спрос на продукты питания про товары жизненной необходимости мы говорим в целом по экономике на спрос действительно падает потому что платежспособность населения упала и без того она была невысокая но сейчас связи с тем что проблемы с оплатой труда плюс проблемы на рынке труда они естественно сказываются на платежспособности и второе не работает в полной мере производства да не производят товары не оказываются услуги это второй фактор который оказывает давление на инфляцию то есть она и снижает соответственно все вот эти действия они во первых позволяет банку россии снижать ставку и во вторых может возможно даже включать день же станок то есть увеличивать так называемую денежную массу без опаски на то что это будет какая-то супер высокая там гиперинфляция условно говоря ну ладно вот такая вот ситуация примерно рынка складывается сегодня дальше конечно как будет развиваться события покажет только время пока по факту мы видим все-таки силу силу рубля то есть моменте мы уже укрепляемся на символичные 0 2 процента не по отношению к доллару и собственно если эта ситуация будет продолжаться то есть мы будем тестировать нижнюю поддержку то пробив которую я имею до 70 рублей 60 копеек мы конечно же безусловно пойдем на более низкие значения по паре доллар рубль и как раз мы об этих значениях уже сами говорили на прошлых обзорах речь идет о диапазоне 70 рублей 68 рублей 69 рублей примерно вот этот ценовой диапазон это перспектива причем возможно перспектива но может быть ближайшего месяца на этом все спасибо за внимание увидимся в следующих обзорах до встречи в эфире